Абсолютно единственное, когда... Молодая мама не находит в себе места. Женщина опасается за себя и за жизнь шестилетней дочери. В конце прошлого года она обратилась в полицию с заявлением на своего супруга. Узнала я полтора-два года назад, первые подозрения начались, когда дочка обмолвилась, что у нее с папой есть какие-то секреты, о которых она не может мне рассказать. И на все попытки что-то выяснить, она зажималась, боялась, стеснялась. Однако потом подозрения усилились. Она начала мне всю информацию выдавать. Конечно, это страшные вещи, то, что она рассказывала. Я не знала, что мне делать, я в таком шоке была, мне так было больно за нее. Я пошла просто, заявление в милицию написала. Ну, получается, мы прошли, конечно, и психологи, и психические экспертизы были. И все подтвердилось. То есть, дали заключение о том, что ребенок не склонен к фантазированию. И действительно, извращение, да, вот это сексуальное домогательство имело место быть. К расследованию были привлечены психологи, медэксперты, гинекологи. Дело передали в суд. Процесс проходил с участием присяжных заседателей. Именно они признали подсудимого полностью невиновным. Адвокат потерпевшей стороны сегодня заявляет, что само решение об участии присяжных заседателей было принято с нарушением закона. В данном судебном процессе было проведено два предварительных слушания. У нас с законодательством, а именно уголовно-процессуальным кодексом, предусмотрено проведение только одного предварительного слушания, где подсудимому разъясняются права, также разъясняется право на участие в его деле присяжных заседателей, а именно рассмотрение уголовного дела в отношении его с участием присяжных заседателей. Но в данном судебном процессе по непонятным причинам было проведено два предварительных слушания, причем участие присяжных заседателей не исходило от самого подсудимого. По неустановленным причинам суд опять провел предварительное слушание и поставил вопрос перед подсудимым на разрешение о проведении судебного процесса с участием присяжных заседателей. Сейчас девочка проходит психологическую реабилитацию, а ее родители собираются вновь встретиться в апелляционном суде.